Дело в том, что есть определенные тенденции истории, и какие-то желания даже очень серьезных и мощных диктаторов остановить ход истории – это бессмысленное занятие. Ничего не получится. Поэтому вот эта система, которая построена в России, она попадает в ловушку, сама себя обманывает. То есть, с одной стороны, для того, чтобы заниматься пропагандой, создавать в образе иллюзию того, что Путина и его режим поддерживают большинство, заставляли врать в ЦИОМ и прочее. Соответственно, все писали, что у Навального очень маленькая поддержка. Бояться его не стоит. И так далее. То же самое по Ройзману. Этими же самыми данными пользовались государственные чиновники, которые допустили Навального до выборов для того, чтобы легитимизировать свое существование. Мэр, которого никто не выбирал, согласитесь, как-то некрасиво, нехорошо. И вот он участвует. И вдруг такой ошеломляющий результат. За два дня до выборов я лично получил информацию о готовящихся фальсификациях. В чем они заключались? Работники социальных служб управ получили указание обзвонить бабушек, которые находятся в зависимости от социальных служб, которые получают на дому какие-то подачки. Это инвалиды, престарелые люди. И сообщить, что к ним придут, что необходимо будет проголосовать за последнего человека в списке. Это, собственно говоря, Собянин. И составляли списки за этих людей, писали заявления, расписывались за них, что они просят, чтобы голосование состоялось на дому. Это одно из таких ключевых, главных преступлений, которые были совершены в Москве. Были еще и преступления поменьше в виде реальных взбросов, когда человек, не прописанный на данной территории, в результате того же обзвона, когда выяснялось, кто придет, кто не придет, приходил на участок и получал не один, а два бюллетеня и клал их. По району, например, в Южном округе это осуществлялось, в Восточном округе, то есть выделялось порядка 10 миллионов рублей на оплату подобного рода, по большому счету, преступникам. Ну, такая услуга Собянину была оказана, в результате второго тура нет, я не знаю, зачем они боялись вообще второго тура, непонятно, но они дискредитировали сами себя. То есть, получается, то, что они хотели сделать, хотели легитимизировать себя, а получается, они себя дискредитировали и выглядели очень некрасиво. Взяли, украли там 2%, чтобы не было второго тура. Ну, а смысл тогда вообще все это было начинать? Не надо искать смысла, его там не было и нет. Зачем Навальным нужно было участвовать в выборах? Ну, собственно говоря, он становится ключевым федеральной политикой, главным оппонентом действующего режима. И мы, как бы, я даже себя не разделяю с оппозиции, с коллекционного совета оппозиции, в общем-то, я считаю себя сторонником Навального. Я считаю, что мы не должны упускать никаких возможностей для того, чтобы использовать выборы или какие-то общественные протесты или какое-то общественное недовольство для того, чтобы еще раз донести свои идеи и дойти до людей. И надо сказать, что это очень эффективно получилось. То есть 30% москвичей проявили волю, пришли, и из них существенное большинство, а самое главное, качественно, кто это? Это молодежь, это люди, которые работают, люди среднего возраста, они проголосовали за будущее, то есть за Алексея Навального. И Навальный состоялся как федеральный политик. Сегодня нет альтернативы другой. Либо Навальный, либо Путин. Все, никакого другого кандидата в президенты в принципе в перспективе не предвидится. Его просто нет. Продолжение следует...